В детской школе искусств города Видное прошел отчетный концерт оркестрового струнного отдела. В нем приняли участие наиболее одаренные учащиеся школы. Для юных музыкантов это событие очень важное, к нему они готовились не одну неделю. О переживаниях участников и их впечатлениях от выступлений в репортаже Юлии Погасьян. В весенний вечер пятницы ученики Дыши и их родители собрались на отчетном концерте по классу виолончели и скрипки. Родители, чтобы посмотреть на своих чат и подбодрить их, а ученики, чтобы в который раз показать свой талант. Многие участники уже неоднократные призеры музыкальных конкурсов и для них такие показательные выступления – возможность набраться опыта. Владислав Ефремов – мальчик поистине одаренный, дипломант зональных, междональных и областных конкурсов. Помимо музыки успевает заниматься бальными танцами и, как говорит сам Владислав, все это дается ему с легкостью. Я вот в Пушкино занял первое место, в Электростале второй, до мне тоже опять первое. Вот сейчас я на концерте буду представлять на волончели, песу, дворжика, мелодию. Для юной скрипачки Джульетты, которая исполнила в этот вечер мазорку Глиера и мелодию Глюка, выступление было в большую радость, и свои чувства она выразила двумя словами. Вести концерт было поручено недавно назначенной на должность заведующей оркестрового отдела Екатерине Ефремовой. Она переживала не меньше самих участников, так как для нее это в новинку, но силы ей придавала гордость за учеников, которые в этом году показывают лучшие результаты на конкурсах. Отдел просто блистательный, потому что мы с каждым годом все больше и больше занимаем наград, и вот в этом году это просто было что-то нечто. Музыканты привлекали внимание к своим выступлениям не только блистательной игрой на струнных инструментах, но и изысканными костюмами. Для девчонок из ансамбля «Скрипачей Виола» специально были сшиты платья. Выступление получилось эффектным, и простые зрители в зале даже не заметили волнения участников ансамбля. С ними испытывается, конечно, волнение в очень большом количестве. Но когда на сцену входишь, оно пропадает. До сцены волнуешься, как ты выходишь, все. Ты стоишь, ты играешь, ты в музыке, и ничего больше тебя не волнует. Пусть ребята, которые сегодня выступали, не станут профессиональными музыкантами, и не свяжут свою жизнь с музыкой, но они вырастут духовно богатыми людьми и смогут оценить мировые произведения. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.